Сегодня мы продолжаем слушать рассказ Сергея Сигачёва о Советском Союзе. Напоминаю, лекция была прочитана в 7 день сентября в Камчатской краевой научной библиотеке имени Семёна Крашенинникова. Сергей Сигачёв, он же перископ, известный российский исследователь транспорта, в основном железнодорожного, но одна из его тем – пароходы на линии Петропавловск-Ладивосток. Сигачёв сам два десятка лет прожил на Камчатке, и более полутора десятков лет последних интересуется этой линией и в особенности Советским Союзом, легендарным турбоходом Советской Союз. Начало его лекции вы видели в одном из моих предыдущих роликов на канале, а теперь смотрите продолжение. Итак, Сергей Сигачёв о Советском Союзе. Вот это ресторан лайнера второго класса, танцевальный салон и прогулочная палуба, которая осталась почти неизменной и в Советском Союзе. То есть я её почти в таком же виде тоже помню, где можно было не просто ходить, а мы, школьники, по ней бежали. Длина её была больше 100 метров вдоль всего борта по обеим сторонам. Это судоводители немцы в ходовой рубке и фирменная кружечка Альберт Болин. То есть там, естественно, была брендированная посуда вся, так же, как потом и в Советском Союзе. Ну и радиорубка. Дальше история лайнера активно продолжается в каком смысле? Поскольку немцы, они такие очень продвинутые в конструкторском смысле, это люди, которые, где инженерное мышление было очень мощным, наверное, одним из самых мощных во всём мире. То есть там наряду с Соединёнными Штатами, может быть, с Советской Россией уже позже. Вот здесь мы видим снимок цветной с дирижаблем «Граф Цепелин». И это уже Болин усовершенствован. Значит, они четыре раза ставили его в ремонт для того, чтобы постоянно улучшать характеристики. Сперва они удлинили трубы. Затем носовая часть стала полностью остеклённой. Здесь вот вы видите, да, что носовая отстройка, она уже полностью застеклена. В 1930 году они вытаскивают старые двигатели и ставят новые почти в два раза мощнее, на 27 тысяч лошадиных сил. Это значит, что сам корабль стал ходить быстрее. Но, опять же, это всё не за счёт вибрации, потому что они очень тщательно центровали грибные валы и проходящая там вся вот эта вот сложная система. И, наконец, в 1933 году после исследований на опытном бассейне они отрезают нос у него и ставят новый, который длиннее почти на 15 метров. И он наклонный. То есть вот эти сейчас были фотографии с прямым носом. А потом дальше вы увидите, что нос становится, форштейн, наклонным. Вот. Соответственно, скорость поднимается с 16 до 21 узла. И это уже гораздо более серьёзный конкурент всем французам, американцам, англичанам и так далее. То есть они очень успешно возили пассажиров все 30-е годы и 20-е, то есть практически до начала Второй мировой войны. Был, правда, трагический случай в 1934 году, когда при швартовке, например, Хаффине, лайнер наехал на буксир Меркур и утопил, подмял его буквально под себя. Ну, просто не заметили. Буксир. 7 человек погибло тогда. Вот. Значит, что происходит дальше? Это я вам рассказал про первую жизнь этого парохода под именем Альберт Баллин. Значит, это имя он носил 12 лет. Что же у нас происходит дальше? А дальше у нас приходят к власти нацисты во главе с рейхсканцлером Адольфом Гитлером. И на судовладельцев начинается давление, потому что Альберт Баллин, он был этнический еврей, а евреи в Третьем Рейхе у нас исследовались. Не у нас, а в Третьем Рейхе. Но поскольку Баллин был культовой фигурой, то моряки очень долго сопротивлялись давлению Гитлера, Геринга, Геббельса. И саботировали это давление вплоть до октября 1935 года. Но 1 октября 1935 года пришлось переименовать Альберт Баллин в нейтральную Ганзу. Таким образом, в глазах нацистов еврейское имя было убрано, и корабль стал правильным. Ну, вот мы видим уже наклонный нос с фортштейнером, остекленные надстройки полностью, ну, две трубы. Это вид Ганзы, когда она ходила под своим вторым именем, со своей второй жизнью. Достаточно популярный лайнер, несмотря на свастику, на его флаге. И он, в общем-то, возил пассажиров практически был полный. То есть, именно за счет своих преимуществ. Последний мирный рейс Ганза в Америку совершила 27 июля 1939 года. Она ушла в Соединенные Штаты. Затем в Нью-Йорке взяла пассажиров обратно в Англию и Германию. А поскольку уже в рейхе было известно нападение на Польшу, которое было запланировано на 26 августа, то следующий рейс уже не предусматривался. И нацистские морские власти уже знали, что он дальше не пойдет, а его отгонят на Балтику. Таким образом, когда он 16 августа 1939 года вернулся обратно в Бример-Хафин, больше он в Америку уже не пошел, потому что все суда, которые после начала войны оказались в портах нейтральных стран или вражеских, то они либо задерживались, либо конфисковывались, как в Англии, в Канаде и так далее. Теперь переходим к войне. Это очень интересная история в биографии лайнера. Сперва с нашим будущим флагманом ничего не происходило такого. Его отогнали на Балтику, в Кий, а потом в Росток и в Пилау. И он стал плавказармой. Когда захватили Польшу, его поставили в Гопенхафине, которая сейчас в Дыне. И он служил плавказармой для Криксмарины. Затем дела Третьего рейха шли все хуже и хуже. И в 1944 году советские войска в октябре подходят к границе Восточной Пруссии. И вот тут наступает у Ганзы время горячей работы. Начинается эвакуация немцев из Восточной Пруссии, из мебели, из Прибалтики и даже из Померания. Значит, Ганзы начинает совершать рейсы с пассажирами, вывозя их из Пилау, из Кенигсберга, из Мемеля, соответственно, во внутреннюю Германию. То есть это Киль, Росток, Любек и так далее. И вот мы подходим к самому интересному рубежу в истории Ганзы. Это участие в конвое 30 января 1945 года. Значит, в конвой он был поставлен вместе вот с этим вот лайнером Вильгельм Густлов, который стал затем печально знаменитым после атаки века Александра Маринеска. Так вот, 30 января 1945 года оба лайнера вышли вместе и Густлов, и Ганза, и еще несколько кораблей. То есть там были и корабли охранения, и были различные вспомогательные корабли. Через 4 часа, когда они вышли, уже море было спокойным. Через 4 часа у Ганзы ломается главный двигатель. И, пользуясь спокойным морем, на Густлов перегружают всех пассажиров, которые были там. а это больше двух тысяч человек. Плюс, на него собирают еще сколько-то человек, и Густлов оказывается набит различными пассажирами, если можно так назвать, больше, чем 10 тысяч человек. То есть там были как мирные жители, так и члены второй подводники, учебные флотилии подводников, и были различные военные. То есть, в целом, вообще-то, это являлось такой военной целью. Но я сейчас не хочу обсуждать как атаку Маринеско. Факт тот, что, поскольку Ганза сломалась, она перегружает на Густлов людей и возвращается обратно в Данцик. Агустлов, поскольку он уже перегружен, почему так случилось, я не знаю, но капитан решает идти без охранения, покидает конвой тихоходный, поскольку он был гораздо более скоростной, и без противолодочных зигзагов идет напрямую на Росток, где, как мы знаем, его уже вскоре поджидает С-13, подводно-советская подводная лодка под командованием Александра Маринеско. Так вот, такой же целью мог оказаться и будущий Советский Союз, а тогда Ганза. То есть, помогла просто случайность сохранить этот корабль. То есть, он вернулся в порт и таким образом уцелел. Агустлов и до сих пор лежит на дне морском. Значит, что происходит дальше? Это, кстати, статья, правда, не то чтобы спорная, а который вот этот вот случай с Маринеско. Он упоминается в статье Турмова, другие исследователи его не упоминают. Но я пытался проследить, как шел Густлов по публикациям в других источниках, и, в общем-то, там никто нигде не расшифровывает, откуда и на что на него перегружали. просто вот говорят, что вот перегружали какие-то там пассажиры. А кто, как, это вот только в этого исследовали. Значит, дальше у нас происходит следующее. 6 марта 45-го года близ Ростока Ганза везет очередную партию эвакуированных и налетает на мину. Поскольку это было в мелких водах, всех людей практически спасают. Но сама Ганза, получив минную пробоину, она тонет и ложится на дно. Глубина фарватера 20 метров. А поскольку это судно здоровенное, оно ложится на фарватер и на 5 метров выступает из воды. И таким образом она лежит целых 4 года. Вот там в немецких водах. Другие Систершипы это а мы помним, что 4 корабля было этой серии. Значит, двое гибнут под английскими бомбами в портах Германии безвозвратно. То есть уже все. А Гамбург он тоже уцелел. Это третий корабль. И значит этот Гамбург потом становится китобойной базой под названием Юрий Долгорукий. Тоже очень знаменитый со своей судьбой. Но другой. То есть вот как бы судьба братьев она потом сильно разойдется. Значит, что происходит дальше? Вот здесь вы видите снимок с Дамской конференции Сталин, Трумэн, Этли, где эти три лидера делят в том числе других решений они делят немецкий флот. И Советскому Союзу в числе репараций его доли достается два корабля. Значит, вот этот Гамбург, который будет китобойной флотилии, и Ганза, которая станет Советским Союзом. Значит, оплата всех работ по подъему и восстановлению возлагается, естественно, на побежденную Германию. То есть, все работы, которые будут делать другие фирмы, будут оплачивать немцы. Вот, так было решено. И вот, в 49-м году, в декабре, значит, Ганза выглядела вот таким образом. Это показан момент подъема затонувшей Ганзы. Вот так вот она выглядела. Значит, поднимал ее личный состав водолазной службы Балтийского флота. То есть, это были наши военные моряки, но оплату всех работ, естественно, производили немцы. Значит, ее поднимают в 49-м году и буксируют, несмотря на холодную войну и вот противостояние блока, буксируют ее в бельгийский Антверпин, где ставят на верфь Джон Кокерин и там значит, на немецкие деньги бельгийцы восстанавливают корпус. Только корпус Ганза, потому что естественно 4 года она пролежала на мелководье, на морском дне. Там же затем, когда восстановили корпус, ее буксируют в Арнамюнде, это пригород Ростока, и ставят на верфь Варнафвертв. Значит, 4 года с 51-го по 55-й идет восстановление. То есть, смотрите, строили корабль 2 года, а восстанавливали его почти 6 лет. То есть, вот так сложилась судьба. Значит, за 4 года немцы восстанавливают этот корабль, и, естественно, насыщают его по хорошему, высокому классу всем оборудованием. Это и новый двигатель, новые паровые турбины. Это те самые украшения, о котором я говорил, которые поразили когда-то меня школьников. То есть, вот это все оформление ресторанов, входа, значит, различных там музыкальных салонов там и прочее, прочее, все это делалось на немецкие деньги. Но, значит, корабль немножко, вот здесь вот мы видим вывод Советского Союза, уже Советского Союза, из гавани Ростока. Значит, Советский Союз название он получил весной 1953-го года, вот, но, поскольку решили, что он самый большой лайнер в стране, то решили и назвать, собственно говоря, так же, как и государство Советский Союз. Хотя, потом, почему-то стали стесняться, я не знаю, почему, но, факт есть, факт. Но, отсрочил, вот, в 1954-м году происходит пожар, еще на 9 месяцев все отодвигается, немцы опять все восстанавливают, и затем Советский Союз, вот здесь мы видим, его выводят в Севастополь, поскольку он восстанавливался на чужих верфях, то советское руководство всегда смотрело, чтобы контрольное атакование было на собственном, в собственном порту, а осмотр нашими такмейстерами, нашими инженерами. Значит, его буксирует Севастополь. Это у нас 1955-й год, и докование тогда всем большим судам делали, потому что совсем недавно, в 1955-м году, в октябре, по-моему, взорвался в Севастополе линкор, итальянский, забыл сейчас название, ну, Новороссийск, да, Новороссийск, и вот всем судам делали контрольное докование, чтобы не было никаких закладок водолазных и прочих, что могли на чужих верфях делать. Затем этот корабль два года почти что обкатывается на линии Ялта-Одесса, то есть в Севастополе его контрольное атакование провели, и затем это, как бы, знаете, тренируется на кошках, то есть на малом плече, то есть там от Ялты до Одессы сколько там, по-моему, не знаю, миль, наверное, 500 или 600 можно там померить, но немного, вот, но этот корабль сразу же после, значит, после решения еще при Сталине его определили на дальневосточную линию, где нужны мореходные корабли, крупные, большие, которые могли везти много груза и пассажиров, то есть и обслуживать Камчатку, которая уже стала, ну, больше связана, чем при японцах раньше, когда они контролировали Курилы. Значит, и так, и, наконец, наступает третья, самая успешная жизнь этого лайнера, это переход на Дальний Восток. Значит, вот мы видим здесь его в новом облике, смотрите, появилось вместо двух труб, одна полуобразная труба, уже после военной формы, восстановили настройку, почти как на Ганзе, убрали четыре мачты, стало две мачты больших, вот, и поменяли крановое оборудование, вот, ярусов с каютами вместо трех стало четыре, видите, там еще четвертый ряд эллиминаторов добавился, вот, и Советский Союз стал крупнее за счет того, что, во-первых, новый нос был перед войной немцами нарощен, вот, и была произведена бельгийцами перекомпоновка внутри корпуса, стало гораздо оптимальнее, то есть, здесь было очень много различных помещений, вот, первый рейс из Владивостока, так сказать, начало его третьей наилучшей жизни, 29 мая 1957 года, и, насколько я понимаю, здесь у нас занят даже сидит человек, который первый рейс застал лично, что это для меня, конечно, очень интересный момент, значит, через пять дней он прибывает в первый свой первый визит на Камчатку, и вот, значит, смотрите, 16 июня 1957 года, это я сделал вырезку из Камчатской Правды, ну, пересъемку просто, с подшивки, значит, экскурсия на самый большой пароход, то есть, вот, под пароходом называют, хотя он турбоход, то есть, это, ну, скажем так, было, вообще, переворот, потрясение для жителей Камчатки, потому, что они впервые в истории полуострова получили абсолютно другого уровня лайнер для сообщения и даже когда уходили в отпуск, когда ездили же морским путем в отпуска, то отдельным праздником было просто вот эти вот четыре с половиной суток на Советском Союзе, то есть он сперва ходил пять-пять суток шел, потом четыре с половиной. Только что вы посмотрели продолжение лекции Сергея Сигачева о турбоходе Советской Союз. Окончание вы увидите в одном из ближайших выпусков моего видеодневичка. А теперь, как обычно, ставьте лайки, если вам нравятся мои ролики. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Обязательно пишите внизу, вот там, под роликом, внизу ваши комментарии, я их все читаю, иногда я на них отвечаю. Ежели вы на моем канале в первый раз, ежели вам не стало сразу скучно и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, а не смотреть гнусный тель-авизор, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации, которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот это подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться. Из красной стала светло-серой, в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Замечательно, молодцы, теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok